добрый день уважаемые трейдеры сегодня четверг 13 февраля представляешь меня не обзор рынка от компании инстафорекс логотип который вы в отличие от меня можете видеть за моей спиной и так сегодня она середина месяца четверг осталось два торговых дня на этой неделе вчера я рекомендовал продавать золото вот и эта рекомендация наконец-то не отработала с чем я вас и поздравляю разрушая мифы о том что появился ясновидящий аналитик но на самом деле были на то причины роста золота это произошло ночью и это произошло на новостях из китая о чем я сегодня написал небольшую статью страшные новости из китая развернули золото да то есть но новости вышли о том что неожиданно произошел рост числа инфицированных вот и ну потом вышли поправки насчет того что этот рост количества заболевших связан с применением новой методики выявления вот но собственно это все не очень хорошо поэтому рынке естественно отреагировали на это и золото как собственно такая такой индикатор страха сразу на этом вырос вот но я напоминаю да что мы пытались с вами отыграть трехволновку от паула до который произошло у нас 11 февраля давайте посмотрим золото час откат и вот она третья волна которую я и собирался взять ну собственно я ее и взял вот и был кстати пробой 11 февраля не на всех брокерах вот но надо мониторить несколько штук был пробой небольшой на самом деле и потом всю европу был легкий откат и на америке также был рост но в принципе день американский закрылся шартовым образом и я вчера продавал золото на переха и позавчерашней американская сессия здесь на ложном пробой и оставил сделочки в безубытке день закрылся шартовым шартовый ник американской инициативой и в принципе лег спать в безубытке уже будучи уверена в том что принципе мы пройдем еще каких-то там 60 пунктов и меня сработает take profit но вышли новости ночью давайте откроем пятиминутный таймфра видите какая мощная инициатива эта инициатива связана к сожалению с новостями из поднебесной нехорошими новостями которые которые сломили вот эту шартовую тенденцию которую в которую мы играли да и на которую надеялись на пробой с одной стороны можно сказать что это форс-мажор да это неожиданная новость они вышли ночью с другой стороны рекомендации которые даю вам они всегда внизу подписаны напоминание контролируйте риски ставьте без убытки и просчитывайте возможные сценарии что на сегодня можно сказать по золоту какие торговые идеи ну во первых сегодня важный день по американской статистике это инфляция в сша в сша сегодня выходит 1630 я нас вот она базовый индекс потребительских цен и pc 1630 ожидается 02 предыдущий 01 но на самом деле никто не знает сколько она будет вот до 1630 я не рекомендую лезть золото в принципе что ожидаю во первых вот эти цели половым они никуда не делись так же как мы с вами торговали фунта да помните что все равно он свои площадки забирает также как и золото единственное что сейчас золото начинает давить уже на хая то есть на но фактически там конец 7 начала 10 февраля двойная двойная вершина я считаю с большой вероятностью будет пробой этой вершины вот и все кто здесь ну скажем так по большому на шортил они они здесь придется их выбьют вот это произойдет либо сегодня на европе либо ближе к америке и сложного пробоя этого уровня можно бы зацепиться вот сюда да то есть здесь открывается очень хороший потенциал порядка там 200 пунктов по четвертому знаку и в принципе ну при объективных стопах даже там 20 пунктовых один десяти но даже если вы заберете один к одному это тоже хорошо с большой вероятностью поэтому давайте понаблюдаем что будет за этим уровнем 1570 на 76 просто тупо шортить отсюда я не рекомендую дождитесь какие-то паттернов своих разворотных в рамках своих стратегий там пересечения скользящих средних там rsi там стахастиков блохастиков и прочей кибер нечисти в этой зоне эта зона интересно для продаж и я считаю что поработать здесь будет здорово но фундаментально фундаментально конечно хотелось бы чтобы пробой произошел до новостей новости вышли по доллару сильные и нагнули золото вниз и мы начали бы отрабатывать не коронавирус да а допустим сильную статистику из сша это было бы интересно вот такой вот план на мой взгляд рентабельный да то есть хорошее соотношение это не просто там продавать допустим здесь мы до шортили то есть это был потенциал там 80 пунктов здесь потанцевал там в два с половиной раза больше это уже интересно так дальше что у нас евро доллар ваш любимый обновил таки обновил девятнадцатый год вчера пробил его вот и сейчас пытается слегка расти вот я уже представляю как народ мечтает о ложном пробое и сейчас просто покупают как потерпевший я сюда не лезу сигнала в рамках стратегии охота за стопами для меня сейчас нет хотя я рекомендовал покупать евро на через евро франк да то есть на пробое 17 года и сегодня произошел этот пробой вот он но если честно меня он не удовлетворил потому что пробой на 12 пунктов двухгодового минимума представляете двухгодового 12 пунктов тут три спреда я считаю это это нет не тот пробой в котором можно что-то набирать да действительно евро франк может отскочить и вырасти и мы останемся без позиции но я хочу набирать ни одной сделкой и мне мне этого пробоя пока откровенно мало может быть я не прав может быть кто-то уже зацепился допустим одним коленом да из своей сетки но что-то что-то мне подсказывает что пробойчик должен быть посильнее ну как минимум это десятки там пунктов может быть 50 там или 100 поэтому в принципе те кто стоял в шортах по его евро франку в рамках этой идеи было кстати промежуточная площадка вот она последнее время они могут закрыть позиции их поздравляю выведите обязательно прибыль и потратить ее вспоминая про эту торговую идею формируя в мозгу кластер визуализации который вы можете извлекать из недр своей памяти и как шаблон прикладывать к новым торговым ситуациям если вы не поняли о чем я сказал можете перемотать это видео это недолго следующий инструмент который мне интересен это австралийский доллар что интересно да на новостях с китая австралиец тоже просел и это понятно австралия довольно близко к китаю этой торговый партнер хороший и уже сегодня на европе австралиец полностью компенсировал эти китайские потери чего не сказать через золото и я напоминаю вчерашнюю торговую идею по покупке австралийца до двойной вершины на катерочки 067 800 вот вот эта цель для покупок перепроданного австралийца где вы можете подзаработать не я надеюсь это произойдет сегодня опять же день еще не закрылся но вот эта откупка она она довольно интересно так в принципе что еще что еще что еще нас интересует фунт не интересен пока возможно возможно фунт создает некое подобие откатной волны которая может реализоваться в трешечку вот таким вот образом и и обновить таки минимумы ноября 19 года видите что может произойти в принципе я не не исключаю такого сценария но просто тупо продавать сейчас фунта пока не хочу нужны какие-то веские веские прям основания для захода ну вот то что инструмент трендовый вот получил позавчера поддержку виде сильного ввп и ну пока он на карандаше вот но без фанатизма без фанатизма так значит что у нас золото нас интересует тянется потихонечку в зону друзья мои еще раз мы не тупо продаем здесь продавайте по сигналам со стопами понимая что у вас есть хороший потенциал и рассчитывайте риски австралиец интересует и и чё там газик потихонечку подрастает но без фанатизма но хоть не падает слава богу сегодня спрашивали спрашивали про нефть нефть сюда про нефть нефть пока не трогаю вот я рекомендовал поработать в рамках 50 центов в районе 50 долларов и в принципе тут какие-то забросы были в эту зону но опять же смотрите вышли новости из китая плохие и нефть сразу просила поэтому против против вот этих новостей которые быстро не расторгуются понимаете скажем так количество заболевших новых она не может резко упасть да но если не произойдет какой-то там революционное открытие даже какого-то препарата его пока внедрят то есть пришли новости которые говорят о том что вирус не победили хотя многие представители там крупных медицинских сообществ говорили о том что пришла стабилизация и так далее но то что мы сейчас видим нифига это не стабилизация это просто затишье черепе перед ночи перед очередной бури поэтому друзья мои про ланги по нефти пока забудьте пока держится вот эта шортовая инициатива и скорее всего я думаю что это инициатива может продавить все-таки полтинничек и даже 49 мы можем увидеть нефть внизу я не рекомендую я сам не буду сюда лезть то есть я не рекомендую покупать присмотритесь к шортам возможно какие-то интересные модели нашего шорты у вас появятся и вы сможете зайти там с четырехчасового там не знаю минутного не дай бог таймфрейма со спредом по нефти это конечно не очень актуально но будьте внимательны при торговле этим инструментом так вопросики вчера было много просмотров лайков и вопросов давайте давайте я сейчас отвечу быстренько что у нас как 13 минут так спасибо тому же фиба так доллар резко укрепился по фиба так но тут это не вопрос по нефти сейчас рассказал как получить тестер который который я озвучивал дело в том что алексей дайвудов ответил что в мт5 встроен но не знаю насчет мт5 я пользуюсь тестером советником то есть вы устанавливаете советник это называется тестер и в нем можете торговать на истории не видя правую часть графика это очень удобно тестеров их полно халявных в в интернете можете погуглить найти у меня принципе их два один очень простой с одним таймфреймом другой с двумя тайм ну с несколькими таймфреймами можете одновременно смотреть и дневку и час там чего угодно но он сложнее вот я пользуюсь простыми достаточно для торговли на d1 если не найдете скиньте там почту я вам отправлю абсолютно ничего не стоит так как научиться торговать по стратегии охота за стопами друзья мои но какие-то там курсы обучения в рамках работы с инстафорекс я не продвигаю в принципе все что я рассказываю по охоте за стопами и показываю на графике вы можете научиться сами пока я сотрудничаю с этой компанией и в принципе все эти сигналы и входы выходы транслирую вам несложно разобраться в этом метре так данил спрашивает насчет закономерности вчерашний ответ да обращал внимание что перейдет перекрытие гэпов на рынке сочи перекрывают свинники 70 процентов яма так ну я так как у я даже не дочитал так ну в общем и целом вопрос про гэп да то есть 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 такая трейдерская примета да если гэп то он обязательно перекроется вот но с другой стороны не все гэпа перекрываются и каков вообще принцип перекрытия гэпов на самом деле никто не знает почему рынок должен обязательно перекрыть гэп с другой стороны гэп тоже бывает разная гэпа могут быть фундаментальные могут быть технические может может у вас брокер так открылся один брокер открывается допустим в понедельник в час ночи другой в три часа ночи соответственно разрывы будет тоже разные я самая рабочая схема для работы с гэпом и у меня такая что если после гэпа допустим вверх день закрывается пин баром сигнальным баром до продажи то опираясь на него я могу поставить take profit на перекрытие гэпа и такое было много раз могу даже показать допустим нефть видите падает не покупайте еще с друзьям это это опасно еврик но где это было так 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 это по моему было после brexit так 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 где у нас был brexit ну вот она ситуация была интересна вот смотрите вот я работаю такие вот моменты вот видите гэп да потом идет пин бар ну вот ну и если вы торгуете пин бар и вот вы можете смело продавать а take ставить на перекрытие гэпа вот самая легкая модель но как вы знаете не все гэп перекрываются и у меня был такой такой случай в семнадцатом году я после против вот после вот этого пин бара продавал с целью обновления площадки за двое за два дня закрыл половину прибыли а половину оставил в безубытке это была пятница а на выходные были выборы macron macron это не не торговая марка по производстве по производству макронных изделий это нынешний президент франции так вот победил macron а не ли пен как вещали нам по первым каналам федеральным и рынок открылся гэпом и так получилось что мои безубыточные позиции рынок перепрыгнул понимаете не прошел их и не выбило без убыток а перепрыгнула я сделал в минусе пришлось там крыться замыкаться там кое-как я выполз из этой ситуации но вот этот семнадцатый год весна они очень-очень здорово меня научили быть невероятно внимательным вот к таким вот гэпом потому что они могут быть фундаментальные могут быть технические могут быть вообще связанные с проделками или там особенностями открытия вашего брокера там будьте внимательны и я я не знаю серьезных трейдеров которые зарабатывают на гэпах но чем чем меньше трейдеры да и чем меньше не депозитики тем они больше и там ищут вот гэпики вот там какие-то вот несоответствия надо заработать друзья мы представьте что у вас миллион долларов миллион да и вы торгуете как вы будете торговать то вы скажете фух я могу пересидеть все что угодно представьте что у вас 100 миллионов долларов как вы будете торговать вы вообще будете в расслабоне да и вы не будете там все вот эти вот этой машиной возьму и заниматься то есть я к чему говорю не к тому что у вас там нету денег или они будут а в том плане что чем чем больше объем средств у крупного игрока тем тем он меньше тем он проще грубо говоря торгует понимать торгуйте проще торгуйте понятные простые модели там абцшки инициативы там серьезные площадки недельные например либо там дневные и не заморачивайтесь с гэпами потому что потому что нет примеров чтобы на них кто-то стабильно зарабатывал так же как они нестабильно появляются на рынке так еще вопросик я еще внимательно прочитаю я думал небольшое сообщение так всем интересно кто-то знает формулу который рассчитывается цена какого-либо инструмента в каждый момент времени но уверен что знание мне чем-то поможет в земную формула по которой рассчитывается цена инструмента михаил но и даже даже не знаю нет формула ну да может быть вам обратиться надо фондовый рынок там там это будет как-то попроще вот но если я сейчас начну углубляться в дебри это будет очень долго единственный совет от михаилу не усложняйте торгуйте проще чем проще торгуете тем меньше бардака в голове тем меньше внутреннего внутренних противоречий ну то есть между вами и вашим внутренним сомневающимся трейдером и вы у вас будет больше свободы больше выбора в рынке и вы будете легче принимать решение и как правило вот крупные трейдеры торгуют на крупных таймфреймах почему потому что они хотят себя оградить от постоянного принятия решений что она сейчас зайти надо перезайти надо выйти надо усредниться надо перевернуться чем крупнее трейдер тем проще торгуют чтобы ограничить оградить себя от постоянных принятий решений в рынке чтобы это было несколько раз в месяц и я это понимаю это называется нагрузка на психологию а как вы знаете психология это наверное даже не 80 90 процентов торговли так про обучение рассказал я его здесь не продаю в принципе в принципе на этом у меня все надеюсь мои торговые рекомендации помогут вам заработать денег и вы научитесь смотреть на рынок необычно под необычным углом который я даю в рамках аналитики с инста форекс на этом у меня все до встречи завтра контролируйте риски особенно сегодня 16 30 инфляции по американскому по американскому доллару и контролируйте риски и до завтра всем пока